Итак, открываем наш клад, которому осенью здесь зарывали наш чеснок. Что у нас зима была очень тёплая, и я боюсь, что у нас здесь будет, наверное, каша какая-то. Так, вот на этом месте было у нас захоронение. Вот оно. Вот она наша клада. Чеснок. Ну, сейчас будем смотреть, что у нас там получилось. Открываем и смотрим. Вот, смотрите, что у нас получилось с этого чеснока. Пророс. Его уже надо было высадить. Но так как мы не находимся дома, приехали на свою дачу за всю зиму, к весне. И вот смотрите, какие у нас проросли головки. Сейчас мы будем их разделять и высаживать. Видите? Но не сгнили. Все хорошо. Вот они. Все прекрасно. Ну, сейчас пойдём в хорошее место. Вот они отделяются отлично. Корешки. Вот они. В этом месте раскроем и посмотрим. Вот они отделяются хорошо. Вот они не сгнили. Теперь мы вот это уберём вверх. Вот видите, какие они хорошенькие. Так что не страшно. Если кто опоздал, смотрите, какие корешочки. Беленькие, светленькие. И корешки хорошие у них. И сам чесночок хороший. Так что наш метод неплохой. Можно, кто опоздал, опоздает осенью, не высадить вовремя чеснок. Можно смело закапывать. Вот таким образом. И получать вот такой весной семенной материал. Который можно потом садить смело. Вот они. Корешочки хорошие. Росточки. Росточки хорошенькие. И можно высаживать. Можно даже было и пораньше. Если бы мы находились дома, мы могли и пораньше. Их выкопать. Я, наверное, не буду вот так вот полностью раздевать. А я, наверное, посажу вот так вот. Разделю. И прямо в одежке и посажу. Он неплохой такой. Поэтому вот это только отделю. И вот таким образом я буду сажать этот чесночок. Вот так вот. Результат неплохой. И можно... Вот он отделяется. И чесночок можно высаживать прямо в грунт. Вот видите, как отлично. Результат мне очень понравился. Поэтому, если я запозднюсь, я без всяких проблем буду именно вот так вот закапывать чесночок этот. А потом по весне его вот высаживать в марте месяце. Вот я с вами поделилась еще одним методом высадки чеснока весной. Когда я закапывала в ноябре месяце чеснок. Сажайте на здоровье и пользуйтесь. А сейчас я вам покажу посадку азимового чеснока, который я садила в конце октября. Вот они три рядочка взошли. Я уже сделала первую подкормку. О подкормках смотрите, у меня есть ролики, где я показываю первую и вторую подкормку весной. Вот здесь же я и посажу вот этот чеснок, который я выкопала по сибирскому способу. Вот у меня как раз будет рядышком с осенней и весенней посадкой. Результат мы посмотрим, когда буду выкапывать. Тогда обязательно поделюсь, какой чеснок лучше осенней посадки или же весенней. Следующий ролик тоже смотрите о чесноке. Я его посадила целыми головками. Посмотрим весенний результат, какой он будет. Но это буквально дня через 3-4. Сейчас у нас пока идут холода до минус 5-7.